Предприниматель из Китая, учредитель юго-западной горнопромышленной компании и фонд социального партнерства Магаданской области подписали соглашение о сотрудничестве. Инвестор из Поднебесной пожертвовал средства жителям ДНР и ЛНР. Господин Ван Фей предложил от имени своего учредителя передать в фонд социального партнерства Магаданской области 5 миллионов рублей для оказания помощи вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской республик. Эти деньги целевым назначением уйдут на счет такого же фонда социального партнерства, такого же социального фонда в Ростовскую область для оказания вот такой помощи гражданам Украины, прибывшим на территорию Российской Федерации. На протяжении 8 лет проживающий на территории ДНР и ЛНР российский народ подвергался насилию и внесению, что привело к необходимости и отстаиванию мира с применением военной мощи. Юго-Западная горнопромышленная компания выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран. Поддерживает решение российского народа во главе с господином Путиным, который будет защищать свой суверенитет и достоинство. Да здравствует великий русский народ, да здравствует великая китайско-российская дружба. Спасибо большое. Поднявшая цены на товары сеть электроники ДНС пообещала их снизить на большой перечень ассортимента. Об этом сообщает РИА Новости. На прошлой неделе руководитель интернет-магазина заявил, что возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта, продажи выросли почти в два раза, на фоне роста курса доллара увеличилась стоимость товара. Этим вопросом заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба, а Минпромторг заявил, что требует дополнительного анализа. Интересно устроена современная информационная реальность. Люди читают только заголовки и на основе этого дальше пишут следующие заголовки. Так, из сообщений о том, что мы подняли некоторые цены до 30%, появляется новость, что все цены подняты минимум на 30%. А между тем, куча цен, вообще не менялась. Вот я сходу набрал несколько позиций в разных категориях, где цены вообще не менялись. Поэтому не нужно устраивать паники, никто не останется без чайника, телевизора или стиральной машины. Кроме этого, мы на большой перечень товаров понизим цены, написал Дмитрий Алексеев в своем телеграм-канале. О повышении цен говорят во многих регионах страны и заведенных санкций со стороны Запада. Как сообщают СМИ, в ближайшие месяцы прогнозируются перебои с поставками импорта и рост стоимости как продовольственных, так и непродовольственных товаров. Подобное уже наблюдается и на Дальнем Востоке. Так, на Камчатке в конце прошлой недели был зафиксирован ценовой всплеск. Как пояснили в местном правительстве, никакого экономического обоснования этому факту нет. Это просто откровенная спекуляция предпринимателей на сложившиеся ситуации. С ними уже ведут переговоры в индивидуальном порядке. Мы продолжаем следить за состоянием одного из дворов на набережной реки Магаданки. О том, что территория возле 15-го дома требует благоустройства, рассказываем уже несколько лет. Одной из главных проблем, по мнению жителей микрорайона, был несвоевременный вывоз мусора. Контейнерная площадка буквально тонула в отходах, но, по словам магаданцев, после выхода серии наших сюжетов этот вопрос удалось закрыть. Сейчас баки опустошают каждый день, убирают и на площадке, но есть и другие задачи, которые требуют решения. В частности, дорожное покрытие здесь не меняли несколько десятилетий. Об этом нам рассказала Евгения Гущина. Она живет в соседнем доме 22 года, и на ее памяти асфальт не укладывали ни разу. Хотя сделать это власти обещают систематически. Как можно идти спокойно по такой дороге, если ты не ожидаешь, особенно когда начинается весна, и вот это вот подтаяние, когда не знаешь, куда ты угодишь. Сколько здесь людей уже падало, и каждый черт попыхается и идет дальше, потому что мир это не принимается никак. А тут ямы-ямами, лужи-лужами, сугробы-сугробами и все прочее. И потом, по мере возможности всего этого, когда припадет снег или подтает, машины тоже ездят, им надо. Они выбивают такие ямы, что ходить действительно, или вот так обходишь. Ну, сами видите, что тут везде творится. Ни к мусорке не подойти, ни куда-то выйти, потому что очень тяжело ходить. Но в ближайшее время и эту проблему планируют устранить. Об этом рассказал депутат Магаданской областной думы Петр Голубовский. В пределах своего городского округа продолжаем сотрудничество, переходящую в борьбу с мэрией, которая неоднократно, скажем так, затягивала вопрос по благоустройству по набережной 13-15, то отсутствие финансирования, то отсутствие проектных работ, ну, по разным предлогам уходило от ранее достигнутых договоренностей. Все-таки сейчас маленькая победа включили в план благоустройства. Очень большая площадь, проживает несколько, практически тысячи человек в этом огромном дворе. Поэтому асфальтирование благоустройства данного объекта, я считаю, на это лето одной из своих основных задач. Но, по мнению жителей, благоустроить нужно не только дороги, но и детскую площадку. То, что сейчас во дворе, назвать игровой зоной не поворачивается язык. Территория завалена мусором, качели разломаны, они так давно демонтировали единственную горку. Поэтому магаданцы надеются, что при создании проекта с ними согласуют все решения, чтобы его реализация не просто стала очередной галочкой в отчетных документах, а принесла реальную пользу горожанам. Олеся Хитагурова, Игорь Раченко. Специально для Карибу. Продолжается реализация нацпроекта образования. В Магаданской области в этой сфере действует шесть региональных проектов. Современная школа, цифровая образовательная среда, молодые профессионалы, успех каждого ребенка, новые возможности для каждого и социальная активность. О том, каких успехов удалось достичь, были ли сложности и как долго будут действовать программы, в интервью нашему телеканалу рассказала министр образования Анжела Шурхно. Правильно понимаю, что в 2024 году не закончится реализация проекта образования. Будут подведены итоги, понятно, но тем не менее масштабные очень проекты есть, которые невозможно реализовать. Даже если говорить о Колыме, строительство, понятно, ведется внешней работой только в теплое время года, и это будет все реализовываться еще дальше, еще больше. Да, безусловно, вы правы, потому что как раз создание этих условий, закладка ресурсов, это, наверное, станет стартовой площадкой для более серьезных проектов. И наш проект образования, я тоже думаю, что будет наполнен уже содержанием именно в рамках качества образования. То есть условия мы создаем с 2019 по 2024, и затем это будет, я так думаю, что до 2030 года, мы прогнозируем, что это будут новые дополнительные мероприятия, в частности, по качеству образования. Магаданскую область с рабочим визитом посетил министр цифрового развития Камчатского края Николай Киселев. Главная цель – очное знакомство с проектом колымской компании «Арбуз» с пикетами экстренной связи. По словам директора организации Кирилла Этенко, о своей разработке специалисты рассказали руководству региона еще в прошлом году. Осталось только показать ее в деле. Николай Киселев посетил пикет, расположенный на 29-м километре автодороги Магадан-Балаган-Эталон. Здравствуйте. Магадан-Балаган-Эталон, 29-й километр, компания «Арбуз». Откройте, пожалуйста, пункт обогрева. Министр отметил, что этот проект крайне актуален для климатических условий Камчатки. Поэтому сейчас власти изучают возможность установки в регионе таких конструкций. Есть два направления, по которым мы предполагаем пойти. Это либо базовые станции на автономном источнике питания, на альтернативных источниках энергии. Это опыт Хабаровского края. И опыт Магаданской области в части уже не только связи, но и, конечно же, пунктов обогрева. Актуально ввиду чего? Точно такие же суровые условия на севере Камчатки. То есть мы понимаем, что, да, агломерация полуострова сосредоточена больше вокруг Петропавловска, это Елизово и Велючинск. Но отъехав там на 200-300 километров в середину полуострова, уже мы сталкиваемся с почти такими же суровыми условиями, низкими температурами, высокоснеговой и ветровой нагрузкой. Вот, соответственно, ну, что тут сказать. И опыт Магаданской области показывает, что это очень актуальная вещь, которая реально спасает жизни. Поэтому, ну, вот сейчас по заданию губернатора изучаем опыты, вот, соответственно, соседей и будем что-то уже пытаться приземлять в этом году. Связаться со спасателями, переждать непогоду и согреться. Каждый из пикетов оборудован всем необходимым для того, чтобы можно было в безопасности дождаться помощи. Есть даже теплая одежда и сухой паек. Кроме того, в радиусе 100-200 метров от сооружения можно позвонить или воспользоваться интернетом. Эти возможности отвечают всем требованиям соседнего региона. И вполне вероятно, что уже до конца года на Камчатку отправятся первые 10 сооружений. У нас протяженность трассы порядка 800 километров. Ну, то есть, с учетом поворотов, ответвлений различного рода. Опять же, нужно смотреть на точки аварийности. Здесь у вас применяется этот опыт, в том числе, я так понял. И обязательно смотреть на снеговую и ветровую нагрузку. У нас она выше. И, возможно, придется их как-то задирать на сваи. Ну, по опыту, к примеру, Якутии, где там из-за мерзлоты это приходится делать у нас же. Из-за того, что снега выпадает много-много метров, иногда до 10. И, соответственно, вот это тоже надо будет учесть. Модернизировать конструкцию не проблема, уверены сотрудники компании «Арбуз». Регионы все имеют свои, скажем, там, нюансы, да, скажем, по установке. И, конечно, перед тем, как мы будем изготавливать наше, скажем, устройство, наше устройство, мы приедем туда на разведку, как говорится, и посмотрим вживую. То есть, посмотрим ветровые нагрузки, там сейсмика, еще не забывайте, очень большая. То есть, там снега большие. Естественно, мы будем искать решение оптимальное для дальнейшего, скажем, обслуживания, чтобы это было, скажем, выгодно, скажем, для региона. Камчатский край – не единственный регион, заинтересованный в установке таких пикетов. В ближайшее время знакомиться с проектом приедут и представители Сахалина. Олеся Хитагурова, Игорь Радченко. Специально для Карибу. Конец. Заворачиваем вот сюда. И вот сюда четыре. Этот узел называется «УМИ». Как правильно готовить снасти, какая удочка больше всего подходит для зимней рыбалки и чем отличается самодур от махалки. Обо всем этом начинающим рыбакам и тем, кто уже со стажем, рассказали на мастер-классе. Его провели в магазине «Настоящий рыбак». Идея мастер-класса была нам подана агентством по туризму Магаданской области, которые предложили в преддверии фестиваля «Клёвая колыма» научить новичков, тех, кто еще ни разу не выходил на лед и не знает вообще, с чего начать, собрать для них удочку, рассказать им о правилах поведения на льду. И показать, как этой удочкой нужно работать. Мероприятие приурочили к предстоящему соревнованию по подлёдному лову. Фестиваль «Клёвая колыма» пройдет в областном центре 12 марта. Организовать его в этом году решили в бухте Нагаева. Для соревнований может быть Гертнера, конечно, лучше. Да не может быть однозначно. Но в целом для праздника бухта Нагаева и парк Маяк будут лучше. То есть основная задача фестиваля – это не просто наловить рыбы там побольше, а именно пропаганда ледовой рыбалки на корюшку, здорового образа жизни и всего прочего. А ледокол будет на заднем плане? Вполне вероятно. С желающими попробовать свои силы в этом занимательном деле поделился опытом профессионал Валерий Воробей. За его плечами многолетняя практика и бесчётное количество килограммов пойманной рыбы. В связи с «Клёвой колымой» начало приходить очень много людей, начинающих, или которые покупали готовые удочки. Им хочется самим научиться, потому что вдруг в процессе соревнований придётся где-то что-то перевязать. И так как людей много в сезон, я, конечно, объясняю всем здесь на месте, прямо за прилавком, показываю, но часто бывает очень много людей и не получается объяснить каждому. И вот люди высказали желание посмотреть, как это научиться самому, чтобы я каждому мог помочь. Самодур с несколькими крючками или махалка с иголкой. Выбор орудия лова зачастую влияет на результат, но для этого важны не только снасти. Здесь очень многое зависит ещё не только от самой снасти, но и от того, как вы машете руками. Честно говоря, махать надо не сильно. Вот этот вот сильный мах почти никогда не работали. Потому что, ну вот если вы даже сами представите, вот у вас на конце вот крючок – это конец удочки. Если вы быстро очень машете, рыба будет махать головой, там пытаться догнать этот крючок, и это сложно. Интерес к зимней рыбалке проявляют не только взрослые. Матвей Назаров в свои 12 лет уже решил попробовать поймать корешку или навагу самостоятельно. Смотрел инстаграм-пост, просто смотрел аккаунт и нашёл. Вот мама захотела меня отправить. Я научусь крепить на удочку крючок. Присоединился к нему и товарищ. Теперь на фестивале парням можно будет сравнить, кому в этот день улыбнётся фортуна. Узнать что-то новое. Я не умею поводки вязать на иголку. Мне непонятно просто, как это делать. Жить на море и не ходить на рыбалку – это странно, говорит Анастасия. Поэтому и решила – надо учиться. В рыбалке я новичок, скажем так, уже в сознательном возрасте после института к этому пришла, вернувшись в Магадан. Сразу затянула, понравилось, но знаний маловато. То есть отец мог бы научить, но постоянно работа, то есть состыковаться сложно. Хочется втянуться в это ещё больше, понять все азы. Собственно, для этого я пришла на мастер-класс. Мастер-класс, считаю, очень полезным. Сразу с нуля научиться и собирать, и какие-то нюансы и по безопасности, и, собственно, вообще по методике. Потому что, ну, скажем так, всё готово, сразу сжато, можно идти пробовать. В отличие от девушки, Максим знает, как и на что надо ловить. Но захотел узнать некоторые тонкости процесса. Рыбачу давно. Занятие очень интересное, поглашающее. То есть затягивает очень сильно. Даже бывает такое, что на другие дела не хватает времени. Меня ещё дед увозил, когда мне было лет, наверное, 6-7. Ну и вот, и до сих пор, 6-7 лет я, грубо говоря, начинал. И вот, как-то я это дело полюбил и дальше начал рыбачить. Судя по нарастающему интересу магаданцев к фестивалю, Клёвая Колыма обещает быть массовой и зрелищной. Если в прошлом году в ней приняло участие около 130 человек, в этот раз, скорее всего, рыбаков на льду будет значительно больше. Регистрация на соревнования уже стартовала. Всю информацию более подробно можно узнать на сайте правительства Магаданской области 49gav.ru. Анна Корнетова, Игорь Радченко. Специально для Карибу. А более подробно о том, что будет нового на фестивале, какие мероприятия организуют для участников и для зрителей, и как будут развлекать гостей, журналистам рассказали на пресс-конференции в выставочном павильоне «Парка Маяк». В соревновательной программе прибудут участие и команды. То есть на сегодняшний день открытая регистрация как для участия в личном зачете, так и для регистрации команд. Но я не знаю, возможно, предвосхищу вопросы, которые поступят от коллег-журналистов. У нас уже на сегодняшний день зарегистрировано 8 команд. Соответственно, команда, которая наловила больше, и станет победителем. Но, оговорюсь, вот что касается команд, есть еще такое интересное предложение, оно было поддержано и теми людьми, которые нас обзванивали и спрашивали про команды, ну и сам оргкомитет это предложил. Это оформление самой команды. Под оформлением подразумевается, возможно, речевки, гимны, экипировка какая-то необычная, флаги, вымпелы и так далее и тому подобное. Вот команда, которая будет признана самой, что называется, креативной, также будет достойно награждена. Что касается развлекательной части, здесь запланирована обширная туристическая, гастрономическая и культурная программы. Бар-Алянская и гастропаб «Бутербро» будут готовить, уже непосредственно находясь в парке «Маяк», и любой желающий может попробовать необычные блюда из, казалось бы, таких уже всех привычных для нас продуктов. Конечно же, будет сцена с артистами. Артисты будут не только из города Магадана. Уже на сегодняшний день свое участие подтвердили артисты из Ольского, Тенькинского, Сусуманского городских округов. Также будут именитые наши ансамбли. Это «Энера», «Яртор», «Энейзю». Действительно, артисты, представляющие именно культуру, самовыкутную культуру крыльных малочисленных народов. Все это в полном объеме будет представлено. Как и в прошлом году, будут игры, викторины. Те, кто болеют, ждут участников соревнований, или те, кто просто хочет проверить свои знания в этом направлении рыбной ловли, в истории Магаданской области, могут принять участие и также будут награждены памятными подарками, призами. Поэтому также всех приглашаем активно к участию. Туристко-информационным центром будут организованы автобусные экскурсии. На них также можно будет записаться в туристко-информационные центры по электронной записи. Вся информация будет на сайте visitkoloma.ru, в наших официальных аккаунтах в соцсетях. Автобусные экскурсии будут вдоль бухты Нагаева. Будут соблюдаться и эпидемиологические нормы и правила. Как утверждают организаторы, безопасность присутствующих на празднике будет обеспечена. Маски и дистанция будут под контролем. В связи с тем, что буквально вчера прошел оперативный штаб по коронавирусу в Магаданской области, на котором было принято решение о том, что QR-коды будут отменены. И следующее постановление сегодня готовится в правительстве. Оно выйдет, и думаю, что буквально сегодняшним или затошним днем будет подписано. Соответственно, сохраняется масочный режим, дистанция. Но QR-коды будут не нужны. И поэтому и на это мероприятие, соответственно, они тоже не будут нужны. Зарегистрироваться на фестиваль можно до 17 часов 10 марта. К участию допускаются только лица старше 18 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова